Более 90% информации человек получает посредством зрения, то есть носителем информации является свет, поэтому имеет смысл разобраться каким законам он подчиняется. В этой лекции мы рассмотрим геометрическое приближение волновой оптики или, как иначе говорят, лучевая оптика. Рассмотрим законы преломления, понятия преломления, полное внутреннее отражение и его применение на практике. Геометрическая или лучевая оптика – это раздел оптики, изучающий законы распространения света в прозрачных средах, отражение света от зеркально отражающих поверхностей и принципы построения изображения при прохождении света в оптических системах без учета его волновых свойств. Вначале введем основные понятия лучевой оптики. Под лучом понимается линия, перпендикулярная волновому фронту. Так вот, луч – это направление переноса энергии волной. Чтобы было понятно, отметим, что волновой фронт – это геометрическое место точек, до которых к данному моменту времени дошла волна. А волновая поверхность – это геометрическое место точек, имеющих одинаковую фазу. Запомните, в любой момент времени волновой фронт может быть только один, а волновых поверхностей – бесчисленное множество. Здесь приведены волновые фронты в разные моменты времени излучения, испускаемого точечным источником С. Хорошо видно, что форма волнового фронта, в данном случае сферическая, а энергия переносится вдоль радиуса этих сфер. Именно эти направления переноса энергии и называются лучом. Если отвлечься от волновой природы света, то тогда во многих случаях на практике удобно пользоваться понятием «луч». И мы рассмотрим с помощью этого понятия, как свет ведет себя при пересечении границы раздела между двумя диэлектриками, то есть преломляет. Пусть на стеклянную пластинку из воздуха падает параллельный пучок света. В этом случае волновой фронт будет представлять собой линию, показанную здесь отрезком А-Б. Эта линия перпендикулярна лучам. Если точка А дошла до границы раздела двух сред, то точка Б находится еще на каком-то расстоянии и дойдет до границы раздела в точке Д через какое-то время. За это время точка А должна переместиться на расстояние АС. Но учитывая, что скорость света в воздухе больше, чем в стекле, тогда получается, что расстояние БД будет больше, чем расстояние АС. Это следует именно из разности скоростей света. А раз это так, значит волновой фронт СД в стекле повернется на некоторый угол по отношению к этому же волновому фронту в воздухе. Отрезок А-Б. То есть лучи света изменят свое распространение. Это говорит о том, что свет преломляется на границе раздела. При выходе из пластинки стекла в воздух свет выходит из той среды, где скорость меньше, в ту среду, где скорость больше, и получается обратный поворот волнового фронта. Причем лучи до входа в стекло и после выхода из плоско-параллельной стеклянной пластинки будут параллельны друг к другу, просто смещены на некоторое расстояние. Этот факт впервые математически обосновал Снеллиус, который записал свой закон. И его еще иногда называют законом синуса. То есть синус угла падения, деленный на синус угла преломления, равен относительному показателю второй среды относительно первой. Поскольку абсолютный показатель преломления говорит нам, во сколько раз скорость света в вакууме больше, чем в среде, то относительный показатель преломления показывает, как меняется скорость света при переходе из одной среды в другую. Среды, в которых абсолютный показатель преломления больше, называются оптически более плотными, а скорость света в них меньше. Так вот, если свет переходит из оптически более плотной среды с меньшей скоростью света в оптически менее плотную среду с большей скоростью света, то может возникнуть полное внутреннее отражение. Допустим, у нас в воде есть некоторый источник света. Если мы направляем от него луч по нормали границы раздела воздух-вода, то он, не преломляясь, выйдет свободно в воду. Увеличив угол падения на границу раздела, мы увидим, что угол преломления также увеличивается. И, наконец, наступает момент, когда при определенном угле падения света на границу раздела более плотного и менее плотного диэлектрика, преломленный луч идет по границе раздела. То есть угол преломления равен 90 градусов. Такой свет, вернее, такой угол называется предельным углом полного внутреннего отражения. И если угол падения на границу раздела становится больше предельного, то свет во вторую среду не выходит, а отражается обратно в первую, как от зеркала. Это явление и называется полное внутреннее отражение. Вспомнив закон Синеллиуса, мы можем получить следующее выражение. Потому что, когда предельный угол наступает, угол преломления равен 90 градусов, синус 90 равен единице, и значит, полное внутреннее отражение наступает, если угол начинает превышать предельный, а синус этого предельного угла равен отношению показателя преломления во второй среде в воздухе к абсолютному показателю преломления в первой среде. Поскольку в воздухе показатель преломления равен единице, то синус альфа предельного равен единице, деленное на показатель преломления абсолютной среды, из которой идет луч. Это явление достаточно широко используется на практике. Начнем с призыва. Заметим. Для границы раздела стекло-воздух предельный угол полного отражения равен примерно 42 градуса. Значит, при угле падения в 45 градусов луч полностью отразится от границы раздела и из призмы не выйдет. Следовательно, для изменения направления распространения луча можно использовать равнобедренные прямоугольные призмы. В этом варианте использования призма называется поворотной. Это следует из того, что вот первый луч, попадая на гипотенузную грань под углом 45 градусов, большим, чем предельный угол, отражается и выходит из призмы. Второй луч поступает точно так же. Эти два луча остаются параллельными друг к другу, если они были параллельны изначально, но, как нетрудно заметить, они меняются местами, то есть изображение переворачивается. Если лучи падают на гипотенузную грань, то мы наблюдаем за счет полного внутреннего отражения то, что они выходят параллельно падающим лучам, но опять же меняются местами. Такая призма получила название призма-крыша, то есть она работает на отражение, как зеркало. Есть еще другой вариант использования прямоугольной призмы. Посылайте лучи на гипотенузную грань, тогда за счет полного внутреннего отражения от основания эти лучи меняются местами, но остаются параллельными тем лучам, которые падали на призму. Интересной особенностью этой призмы Довы является то, что если ее вращать вокруг линии параллельной падающим лучам, то лучи, вышедшие из призмы Довы, также начинают поворачиваться вокруг этой оси. То есть, призма Довы может вращать изображение. Но, пожалуй, наиболее распространенное применение полного внутреннего отражения в настоящее время – это световод. Оптическое волокно или световод представляет собой конструкцию, в которой используются оптические материалы с разным показателем преломления. Сердцевина имеет показатель преломления N1, а оболочка – N0. Причем, показатель преломления сердцевины больше, чем показатель преломления оболочки. Значит, если в этот световод запустить луч под углом больше предельного для границы раздела сердцевина и оболочка, то он начнет отражаться от оболочки и распространяться вдоль световода. Причем, этот световод может под определенным углом изгибаться, но это практически не влияет на ход луча в нем. Световоды широко используются для передачи информации. Например, многие провайдеры сейчас доставляют интернет в ваших квартирах по оптическим волокнам. Оптическое волокно отличается в лучшую сторону от обычной проводной связи тем, что на световой луч нельзя повлиять никакими внешними электромагнитными помехами. Да и стоимость стеклянных нитей во много раз меньше стоимости меди. Используются также безоболочечные, так называемые градиентные световоды, в которых показатель преломления на оси этого световода больше, чем на его краях. В этом случае траектория луча внутри световода уже получается не ломаная, а плавная. Значит, путь, пройденный лучом, получается короче, чем в волокнах с постоянным посечением показателем преломления. Это приводит к тому, что через градиентный световод можно передать больше информации, чем через однородный. Световоды делятся на те, которые передают только информацию, и на те, которые могут передавать изображение. Для передачи изображения в жгутах световодов все моноволокна должны лежать упорядочены. То есть, порядок расположения волокон на входе должен соответствовать порядку их расположения на выходе световода. В этом случае каждое моноволокно будет играть роль пиксела, который сотроит изображение, и мы его можем увидеть. Для передачи сигнала уже регулярная укладка не нужна, и такие световоды дешевле, чем с регулярной укладкой. В жизни мы также сталкиваемся с полным внутренним отражением. Это миражи. Невзирая на то, что у нас всегда понятие «мираж» ассоциируется с какими-то дальними экзотическими сатранами, миражи мы можем увидеть практически в любое время, особенно летом. Миражей существует два – нижний и верхний. Как это все работает? Если мы с вами находимся в пустыне, где солнце нагревает песок, то температура воздуха около поверхности песка значительно выше, а значит, его плотность значительно меньше, чем у воздуха на высоте. То есть, с высотой показатель преломления растет. Если же мы находимся на море, то температура воды всегда меньше, чем температура окружающего воздуха, и значит, показатель преломления с ростом высоты начинает уменьшаться. То есть, температура увеличивается, а показатель преломления растет. Тогда получается, что в пустыне мы можем увидеть так называемый нижний мираж, как показано на рисунке, а над водными поверхностями верхний мираж. Может возникнуть вопрос, а каким образом мы это можем увидеть в наших условиях, где пустынь нет? Давайте вспомним. Вот вы едете в жаркий солнечный день на автомобиле. И вдруг видите, что асфальт где-то впереди начинает блестеть, как зеркало. Вот это и есть нижний мираж. То есть, температура асфальта значительно превышает температуру воздуха около него. Воздух нагревается, и показатель преломления с высотой начинает расти. И тогда мы наблюдаем нижний мираж, то есть мы фактически на асфальте видим небо. Заметьте, что луч в миражах всегда искривляется так, чтобы выпуклость траектории была обращена в сторону меньшего значения показателя преломления. Полное внутреннее отражение применяется и в технике. Одними из таких приборов служат рефрактометры. Принцип действия промышленных рефрактометров базируется на использовании явления полного внутреннего отражения света в оптической призме, находящейся в контакте с жидкостью. Смотрите, свет от источника вводится в оптическую призму и падает на ее внутреннюю поверхность, контактирующую с исследуемым раствором. Световые лучи попадают на границу раздела призмы и раствора под различными углами. Часть лучей, угол падения которых больше критического или предельного, полностью отражаются от внутренней поверхности призмы и, выходя из нее, формируют светлую часть изображений на фотоприемнике. Часть лучей, угол падения которых меньше предельного или критического, частично преломляются и проходят в раствор, а частично отражаются и формируют темную часть изображения на приемке. Положение границы раздела между светом и тенью зависит от соотношения коэффициентов преломления материала оптической призмы и исследуемого раствора, а также длины волны излучения источника света. Поскольку оптические характеристики призмы и длина волны источника постоянны, то по положению границы раздела света и тени на фотоприемнике можно однозначно определить коэффициент преломления или оптическую плотность исследуемого раствора. Так как оптическая схема рефрактометра построена на использовании отражения и прохождения света только внутри призмы, то непрозрачность растворения, неналичие в нем рассеивающих свет нерастворимых включений газовых пузырьков не влияют на результаты измерения. Для компенсации влияния температуры исследуемой жидкости на результаты измерения концентрации в промышленных рефрактометрах используются тепловые датчики. Фактически рефрактометры измеряют показатели преломления, но показатель преломления однозначно связан с концентрацией исследуемого компонента в растворах. Такие рефрактометры широко применяются на сахарных заводах для непрерывного контроля концентрации сахара в технологическом процессе. Вот собственно и все, что вкратце можно сказать о геометрической или лучевой оптике. Здесь приведены вопросы, на которые вы можете уже ответить, прослушав эту лекцию. Чтобы получить больше информации, вам предлагается список учебников вдобавок к той информации, которую вы можете получить из интернета. На этом лекция закончена. Все.